В середине осени в Караганзинской области открыл свои дверики историко-культурный комплекс Жушихан. Среди первых посетителей уникального объекта был президент Касымжмар Тукаев. Глава государства выразил надежду, что комплекс станет важным научным центром для изучения эпохи Золотой Орды казахстанскими и иностранными учеными. Это программа «Вечные ценности». Здравствуйте! И сегодня мы будем говорить о том, какую ключевую роль в истории Казахстана сыграла Золотая Орда и о важности исторического осознания своего прошлого. Я очень рада приветствовать в этой студии нашего эксперта, Каната Ускенбая, кандидата исторических наук. Здравствуйте, Канат! Спасибо, что сегодня вы вместе с нами. И, знаете, мне сразу бы, наверное, хотелось уточнить такой момент. Вот как все-таки правильно будет называть, нужно называть этот исторический период? Золотая Орда, Алтын-Орда или вот в последнее время часто стал встречаться термин «Улус-Жоше»? Надо начать с того, что, допустим, Золотая Орда, как бы мы ее ни называли, это государство, которое вышло из лона одной большой монгольской империи. И когда Чингисхан завоевал все эти территории, Евразийской степи, Центральной Азии, дальше Иран и так далее, Восточную Европу, вся эта территория вошла в монгольскую империю, он ее разделил между своими сыновьями на отдельные уделы. Удел? Улусы. Да, это улусы. Это люди. То есть люди, территории. И он говорит каждому. У него четыре сына от главной жены, которых он считал своими сыновьями, признавал своими наследниками. И каждому сыну он дал удел. Улусы. И территорию Казахстана, большую территорию Казахстана, за исключением юго-восточных и южных регионов, он отдал своему старшему, любимому сыну и как бы в какое-то время даже наследнику, Джучи. И он сказал, это будет улусом моего старшего сына. Территории, допустим, современного южного, юго-восточного Казахстана, современной Средней Азии, да, Узбекистан, Таджикистан, Восточный Туркестан тогда, или это современный Синьцзяньо-Уйгурский автономный район Китая. Все эти территории он отдал второму своему сыну, Чагатаю. Это был улус Чагатаю. И теперь, когда уже монгольская империя в последующем распадается, эти улусы, они как бы стали прообразами будущих отдельных государств. И современные историки, и в прошлом, и в наше время, они по инерции, по привычке, по традиции называют эти государства улусами. Улус Чагатаю, улус Джучи. И поэтому, когда мы говорим улус Джучи, мы узнаем, что это такое. Теперь, когда сам этот улус Джучи исчез с политической и исторической карты мира, в XVI веке впервые в русских документах, был такой казанский летописец, появилась фраза «золотая орда». Золотая орда, по-нашему, да? И эта фраза относилась как раз-таки к территории, где был улус Джучи. И историкам в последующем очень понравилось это название, и они говорили, что это «золотая орда». Многие спорили, от чего она произошла, почему так ее называют «золотой ордой». Вот. «Золотая орда» по-казахски, по-тюркски, называется «алтына орда». «Алтына орда», да. То есть это одно и то же название. Еще в наших современных средствах массовой информации, в каких-то выступлениях, произносится название «улук-улус». Перевод означает «великий улус». Это тоже такое же позднее литературное или историографическое название. Как на самом деле называлось это государство, как они себя именовали, мы точно сказать не можем. Потому что у нас не сохранились какие-то официальные документы, где бы это название было ясно зафиксировано. Вот поэтому и такое название. Ну, допустим, «золотая орда» или «алтына орда» часто связывают с юртой и ее убранством. То есть, ну, традиционно орда – это то место, где сидит правитель, хан, ставка. Орда в переводе – ставка. А эта орда находилась в большой юрте, в большом шатре, и она была отделана красивыми золотыми украшениями. Там был золотой трон хана. Все это для путешественников и гостей, для послов все оказалось вокруг золота. И они говорили, что это «золотая орда». А другие, допустим, поздние поэты воспевали золотую или белую юрту с золотым порогом. Да, говорили. И отсюда посла наша, допустим, Ахурда, говорят, или Алтына орда, тоже как бы такие аналоги. Вот это касается названия «золотая орда». Поэтому, отвечая на ваш вопрос, то есть «золотая орда», «Алтына орда» – это одно название. «Улус Джучи» или «Жоша». А вот получается, «Жучи» – это монгольское имя старшего сына Чингислава. А «Жоша» – это уже казахская интерпретация. Так скажем, тюркоказахская интерпретация его имени. Я вам так скажу. В тот период тогда же тоже были тюрки, тюркские племена были. В составе Монгольской империи очень много было тюркских племен. И в тот период, допустим, «Жоша» хана или «Джуча» хана, они не называли «Жош», как мы их сейчас называем. Они его называли «Тусук» хан. И очень многие историки долго думали, почему тюрки называют «Джучей» «Тусук». И американский ученый, есть Питер Голден, известный современный американский ученый, он говорил, что тюрки, они знали этимологию монгольского слова «неожиданный гость». Они ее перевели на тюркский «встречаться». Есть в тюркских и в том числе в казахском языке «тус» – «сторона». «Встречаться». И вот он предложил вот такую этимологию, чтобы объяснить вот это вот имя. Происхождение откуда, да? Да, вот это имя. Но со временем традиция использовать это имя у «Джучи», она затерялась, и у нас возникло другое имя – «Жоши» хан. «Жоши» – оно как бы уже созвучно с «Джучи». Оно из монгольского так вот трансформировалось в современное казахское произношение. Ну вот, а вы рассказали, да, то есть о происхождении улусов и Золотой Орды. Как государство. Вот многие историки прямо называют конкретный год. Почему так принято? 1269. Тут тоже очень такая долгая и, так скажем, даже запутанная немного история. Историки спорят и спорят до сих пор о том, когда образовалась Золотая Орда. Сегодня мы приняли, так скажем, на государственном уровне эту датировку. В 1269 году в Южном Казахстане, вне территории Золотой Орды, на берегу реки Талас, это приграничные территории Казахстана, Джамбульской области, и Кыргызстан, Таласский район, происходит большой курултай монгольской знати. И они там решают объявить себя независимыми правителями. Таласский курултай происходит. И на этом курултайе, это съезд, они говорят, мы теперь независимы. И тогда же на этом съезде, как бы, они условились об этом. И с этого момента, некоторые историки говорят, что эти государства стали независимыми. В том числе и Золотая Орда. Она была до этого. Но до этого она была улусом Монгольской империи. То есть улусом Джучи в Монгольской империи. На ваш взгляд, взгляд историка, человека, который глубоко занимается этой темой, это важно знать или все-таки, то есть вот конкретную дату, да? Или гораздо важнее понимать, что это государство было, оно создавалось, и оно существовало не одно столетие? Да, конечно. Для меня, как для историка или для человека, который занимается изучением истории этого государства, здесь важно все. И само государство, и его история, и его экономика, политика, культура, его основания. То есть можно, историки могут до хрипоты там спорить друг с другом, когда это государство было образовано. То есть для нас это важно. Но для нас важно и то, когда или как существовало это государство. Какой вклад внесло оно в мировую историю, да? Это также наиболее важный вопрос. Допустим, почему такое пристальное внимание к Золотой Орде? История, она, грубо говоря, как вот бывает же у медиков, да, такая, как это называется, компьютер показывает диаграмму, да? И там такие вспышки активности, потом опять такая, более-менее, опять вспышки активности. И вот Золотая Орда – это такая вспышка активности. Ну, слушайте, такая вспышка активности 200 лет, два века. Удерживать главенствующее такое положение, да, на огромной территории. Покорять народы, вести торговлю, участвовать в геополитических процессах. Да. Это вот как, как это удавалось этому изначально разрозненным улусам, да, и потом большому вот такому государству, как Алтамарда? На территории Казахстана с древнейших времен существовали государства разной силой, разного значения и с разной степенью успешности, да, объединения степей. И вот эта традиция того, чтобы объединить степь и прекратить вот эти междоусобные войны, она всегда была. В гунскую эпоху, в сакскую данную эпоху, в тюркскую эпоху. То есть каждый правитель, в зависимости от силы своей энергии внутренней, да, или желания, он пытался объединить степи и прекратить междоусобные войны. В 13 веке, в начале 13 века, эту идею продолжил Чингис Ха. Ему удалось объединить разрозненные племена и создать могучее государство. И задача его была в том, чтобы прекратить междоусобицы. А они прекратятся только под руководством одной власти, одного государства. И вот Золотая Рода, она, по сути, была таким имперским государством. Вот что такое империя? Вот, допустим, казахское ханство, это средневековое казахское государство, оно, грубо говоря, такое мононациональное государство. Большую часть, ну не все, но большую часть составляли этнические племена казахов, да, этнические казахи. В Золотой Орде она объединила в своем составе очень много народов, и только сила центральной власти способна была, сильной центральной власти, эту территорию громадно удержать. Как ее удержать? Во-первых, экономика. Во-вторых, военная организация. В-третьих, централизация власти. И только сочетание всех этих факторов, оно привело к тому, что Золотая Орда в значительный период времени была на исторической ареи, была государством, которое играло заметную активную роль восточноевропейской или вообще в мировой даже, да, тот период времени истории. В принципе, конечно, сегодня нам, с высоты нашего времени, нам кажется, что это было давно, во-первых, во-вторых, нам кажется, все это единым таким большим централизованным государством. Нет. Когда Чингисхан создавал свою империю, он ее создавал в завоеваниях, и он умер, создавая империю. Его сыновья продолжали создавать империю, его внуки продолжали создавать империю. То есть этот процесс создания империи, он продолжался три поколения. Но одновременно он начинал распадаться. То есть это не был какой-то один, так сказать, застывший организм, который вот был всегда единым, да, он постоянно двигался, расширялся. То расширялся, да. Ханы своей энергии, харизмы, да, как сейчас говорят, своими волевыми решениями, своими походами расширяли территорию. Другой хан приходил менее слабый, он терял какие-то территории. Но эта традиция, Чингисхан, создав империю, он создал традицию. Традицию, да, в Казахстане даже такое слово придумали наши историки, чингизизм, да. То есть традиция, когда власть может наследовать только тот, кто имеет отношение к Чингисхану. Эта идеология, она... Почему казахское ханство является наследником, допустим, Золотой Орды, или вообще Монгольской империи, или правильно говорить, Тюрко-Монгольской империи, Чингисхана, да? Потому что эта идеология, она была в казахском ханстве. Первые казахские ханы, основав это государство, они основали ее по образу, как говорят, и подобию государства, которое было до них. И это государство, опять-таки, расширяясь или сжимаясь, существовало до прихода Российской империи на территорию Казахстана. И один из ярких ее представителей, Кенесары Касымов, тоже потомок, Чингисхана, создать хотел здесь государство. Историография Золотой Орды в советское время, она претерпевала какие-то изменения, да? То есть мы не знали всей правды и всей сути. То есть вот все, что у меня, как у школьников, это уже сказал, в голове осело, это татаро-монгольская ига. Все. Вот насколько важно, только при получении независимости, да, как бы стали об этом говорить постепенно, и то не сразу. И вот только последние годы мы открываем полную картину, и мы восстанавливаем эти исторические факты. Вот насколько важно здесь извлечь урок для будущих поколений, чтобы история там хорошо поспорить за даты, уже, наверное, не так важно 1269-й или там 67-й год. А вот сама суть и вот эти основные моменты, о которых вы говорите, об этих традициях, которые не 200 лет, а они существуют уже много веков. Вот какие уроки нам нужно из этого всего извлечь? Знаете, есть история, она такая отрасль вообще науки, которая интересна всем абсолютно. Ну, большинству, да, допустим. Большинству неинтересна физика или химия, или география, или какие-то другие науки. Но история интересна всем. И все хотят знать историю, все хотят учить историю, или все хотят поучать истории, или говорить, что я вот прочитал, это было так-то и так-то. Поэтому есть несколько так называемых историй, да. История как наука. Это то, чем занимаются ученые. Есть история как миф. Это то, чем занимаются все. Есть история как идеология. Это то, что мы привыкли читать в учебниках. И вот в советское время была советская идеология, которая должна была учить советских граждан, и нас в том числе, что до прихода коммунистов и большевиков была доистория, а потом началась настоящая история. Это их идеология, это их право, это их государство было. И они учили свою историю. Да, до коммунистов, до большевиков, до 1917 года были другие. Была Российская империя, Московская Русь, была Ига, Золотая Орда, Урарту, много других государств. Но это была история до того, как мы начали строить свое новое государство. И поэтому все, что было до прихода советской власти, изучалось галопом по Европам, да, как сейчас говорят. И Золотую Орду и так далее нам тоже преподавали вот в таком же усеченном виде, потому что был приоритет другой. Сейчас приоритеты изменились. Сейчас приоритет, мы строим новое государство, у нас новые запросы, новые идеологии, и мы хотим с помощью истории обосновать нашу современную государственность. Откуда берут корни наша сегодняшняя государственность? Почему, допустим, у нас такие-то традиции или другие традиции? Откуда все это происходит? И в поисках этого, конечно же, любой человек начинает искать в истории подтверждение своим запросам и так далее. И в этом плане очень важно, чтобы все эти виды истории, история мифа, история идеологии, история наук, они вместе сообща, создавали вот этот продукт, который бы... Правдивую историю государственности. который бы это читал. К сожалению, не всегда так получается. Не всегда историки могут донести свою точку зрения, а зачастую, допустим, любители со всех возможных, так скажем, трибун говорят о своей истории. Говорят, эти историки неправы, они... Ну вот хорошо, но в моем понимании можно спорить о чем угодно, и можно доказывать, что Земля, она не круглая, а квадратная. Но история, история твоего народа, она должна быть общей, она должна быть правдивой, ведь это важно для будущих поколений. Осознавать свою силу, осознавать свои слабые стороны, да, и знать истоки, откуда ты и почему так все сложилось. Это можно делать только на правде и на общности. Да. История – важный элемент любой национальной идеологии, любой государственной идеологии, поэтому сегодня, допустим, и власти, допустим, и первый президент говорил о том, что нужно создать канонический учебник. Это его фраза. Мы должны создать канонический учебник по истории Казахстана. И сейчас президент страны, Казахстан, выступил с такой инициативой создать учебник по истории Казахстана и в том числе на английском языке, да, чтобы нашу историю донести до всего мира. Теперь задача историков создать такой учебник, сказать, озвучить, это полдела, но создать готовый продукт. Вся надежда только на вас, чтобы опять история не ушла куда-то далеко и ей уже потом занимались раскопками другие поколения. Но вот если делать отсылку к президенту Касамжамар Татукаеву, то в одном из своих посланий он отметил, что Золотая Орда входит в культурный код казахов. Вот можно ли увидеть наследие той эпохи в современной культуре Казахстана и казахов? История Казахстана, история казахского народа, она, конечно же, многослойная и насчитывает многовековую историю. Это столетия, десятилетия, столетия, тысячелетия. И если мы будем говорить о том, что сегодня, допустим, в Казахстане мы можем видеть от средневековой эпохи, от Золотой Орды, то сказать, что именно вот этот институт государственный или этот элемент управления нам остался от Золотой Орды, это будет, конечно, не совсем верно. Современная республика Казахстан это современное государство, которое строит современную демократию по общей мировому стандарту. Три ветви власти, парламент и так далее. Средневековое государство Золотая Орда, оно было, конечно же, другим. Но элементы этого государства и какие-то атрибуты этого государства сегодня мы унаследовали. Допустим, у нас парламент, Манжелес называется, то есть или национальная валюта, теньги называется, или резиденция президента Казахстана называется Орда, Аккорда, так же, как и у Золотоордынских ханов резиденция называлась Аккорда. То есть государство все называло Золотой Орда. То есть вот такие элементы. Ну, сегодня, допустим, очень часто говорят о том, что Золотая Орда была мультикультурным, поликонфессиональным государством. И в какой-то мере сегодняшний Казахстан тоже строит мультикультурное, поликонфессиональное государство. И тоже, может быть, какие-то аналогии мы можем наблюдать. Но всегда мы должны помнить, что мы строим современное государство. Мы с вами говорили о том, что казахское ханство, то есть первое государство на территории Казахстана, которое носило название «казахское государство». А в источниках или в документах есть наименование этого государства «казахское государство» или «казахское владение». «Казах мемлики» — это «казах еле», «казах улоса», «казах ордаса». То есть вот такие наименования есть. То есть это государство главным определяющим прилагательным, здесь было «казахское», да? И вот это государство, которое возникло в 1465 году, мы с вами проводили 550-летие казахского государства, так вот, мы знаем, это государство являлось наследником этой прежней государственности, в том числе и Золотой Орды. И вот золотоордынский код, как мы сейчас говорим, он есть в казахском государстве. Это территория, это власть, это идеология, это культура, это родоплеменной состав, этнический состав. Все это пришло в казахское ханство из Золотой Орды. Ислам приняли казахи в эпоху Золотой Орды. То система управления, чингизитская, допустим, оно пришло к нам из Золотой Орды. То есть все эти атрибуты, они пришли в казахское ханство. И несмотря на все, так скажем, перипетии исторической судьбы, они сохранились, и сегодня они присутствуют в нашей жизни. Допустим, очень часто современные соседние Российской Федерации историки вспоминают о том, чьим наследником является Российская Федерация, Византия или Золотой Орды. И очень многие историки, восточные, так называемые, Золотой Ордынские элементы находят в российской действительности и говорят, что мы тоже наследники Золотой Орды. Наследники, конечно. Вот у меня, допустим, бабушка, две бабушки, ну и, соответственно, дедушки, они из города Токмак в Запорожской области. Да. Я вам так скажу, Токмак – это название еще одной, кстати, Золотой Орды. Вот. Поэтому я вот на стороне тех историков, которые говорят, что, в общем, восточная Европа – это наследники. А если вы поедете в Токмак или в Харьков или в Киевский музей, допустим, и зайдете и посмотрите, вы увидите там, ну, грубо говоря, историю Казахстана. Да. Которую они считают, что это история Украины. Там очень-очень-очень много. И правильно считают. Я слышала одну версию на конгрессии украинцев, живущих за пределами Украины как государства, о том, что украинцы и копчаки вышли из основого устья реки. Только украинцы остановились раньше, и копчаки пошли дальше. И поэтому они светлоглазые, зеленоглазые, и светловолосые, то есть рыжие. Так что, в общем, как-то вот все-все-все связано. Но знаете, Каната, мне вот еще интересно. На вашей странице в соцсетях есть очень такая интересная заметка, подводка. Интересовался и изучал историю Золотой Орды и казахского ханства, еще когда это было не модным. Вот скажите, когда это было? И вот с чем был связан этот интерес? Может быть, с книгой Ильяса Синберлина «Кочевники»? Я вам скажу, что вы, в принципе, точку попали. Сегодня, конечно, очень модно говорить о Золотой Орде, и все говорят о Золотой Орде. И иногда мне, как человеку, который много лет пытается изучать историю Золотой Орды, иногда это не очень, так скажем, импонирует. Потому что все говорят о Золотой Орде и говорят иногда такие вещи, которые просто неохота слышать. Поэтому я стараюсь от этого всего сейчас дистанцироваться, потому что это не то. А сколько лет вы вообще своей жизни посвятили изучению Золотой Орды? Ну, сознательную жизнь свою я посвятил Золотой Орде. Ну, допустим, вы сказали Ильяса Синберлина. Сегодня, конечно, с высоты сегодняшних дней я могу сказать, что Ильяса Синберлина, там какие-то были недочеты или какие-то искажения и так далее, и тому подобное. Но тогда ученику средней школы в каком-то захолустье в деревне, Ильяса Синберлина, это было открытие, которое потом уже вслед за ним пойдет и Мухтар Ауэзов, и Сабит Муханов, Яговид Мусрепов и так далее, вся эта казахская классика, вся казахская литература, она открывает дверь в историю, потому что самосознание народа, а эти писатели, они формировали самосознание народа в советский год. И вот оно открывается через историю. Всегда. И освящая, допустим, Ильяса Синберлина своими романами «Кочевник» или «Золотая Орда», освящая историю этих государств, он, конечно же, пробуждал интерес и во мне. И потом я поступил осознанно на исторический факультет, и осознанно на историческом факультете начал изучать именно этот период, а не какой другой. Потом, придя в аспирантуру, когда все говорили, «Я хочу изучать то, что полегче, где можно, допустим, быстренько получить ученую степень или звание», я сказал, «Нет, я хочу изучать «Золотую Орду». На меня, конечно, все смотрели удивленно, для них было это странно и дико, да? Ну, кто знал, что теперь, спустя 20 лет, это будет так актуально и популярно? Тогда я был один, кто хотел изучать «Золотую Орду», и кто хотел писать или читать книжки про «Золотую Орду». Сегодня это не так. Сегодня много последователей. Но хочется вам сказать огромное спасибо за вот вашу эту преданность и за то, что у вас была своя история и свой жизненный путь, который помог вам понять вот этот период, исторический период времени, и за то, что вы о нем много говорили. И вот, ну да, сегодня, наверное, это модно, но сегодня это и важно. И важно во многом, наверное, благодаря вашей работе. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня с нами был Канат Ускинбай, кандидат исторических наук, директор гуманитарных исследований АБДИ. Это была программа «Вечные ценности». Увидимся через неделю. Всего доброго.